Простой синий автобус на старом автовокзале ничем не выделяется среди своих же собратьев. Чуть больше, чуть ярче. Однако сотрудники полиции им заинтересовались сразу после запуска двигателя. А все потому, что автобусом управлял призрак. Причина такой аномалии – неполадки в ролевом механизме. Инспекторы измерили люфт баранки специальным прибором. При допустимом значении в 20 градусов этот руль вращался на все 50, а колеса при этом не двигались. Простите, господин автобус, но за такое вы арестованы. Нарушения в рулевом управлении несут повышенную опасность для всех участников дорожного движения и для пассажиров. Данное транспортное средство задерживается, на него устанавливается блокирующее устройство, в связи с чем транспортное средство до устранения недостатков не может осуществлять свое движение. Теперь водителю и компанию-перевозчику светят штрафы. Причем водитель заплатит 500 рублей, а вот фирма уже от 5 до 8 тысяч. Проверка ждет еще один автобус. Здесь нарушения, конечно, не представляют угрозы для жизни. Однако инспекторов заинтересовали фары, которые явно установлены с другого автомобиля. А это уже нарушение заводской конструкции. Реконструкция транспортного средства при ненадлежащем качестве выполнения работ может привести к самым тяжелым последствиям, вплоть до отказа замененных компонентов. Собственник данного транспортного средства должен обратиться непосредственно в ГИБДД, в территориальное подразделение ГИБДД с заявлением о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства. А далее будет проведена проверка и в ходе проверки будет установлено, несут ли данные изменения в конструкции транспортного средства опасность для участников в дорожном движении или может эксплуатироваться без какой-либо опасности. Такого разрешения для этого автобуса не выписывали, значит, он может лишиться регистрации. Подобные рейды сотрудники ГИБДД проводят каждый месяц. Можно сколько угодно не любить их за то, что они делают, однако безопасность на дороге должна стоять выше любых неприязней. Александр Титов, Евгений Михеев, Анна Мусатова, Область новостей.